Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Charly и это продолжение первой части урока по Substance Designer. Итак, конечно же Вам пригодятся горячие клавиши для работы с нодами. Ctrl-C и Ctrl-V Копирование и вставка ноды. Ctrl-D создать дубликат ноды, учитывая все ее соединения. Если хотите дублировать ноду без соединений, это Ctrl-Shift-D. Чтобы удалить соединение, выбираем его и нажимаем Delete. Ноды удаляются той же клавишей. Навигация в 2D View очень простая. Zoom это средняя кнопка мыши или Alt-плюс правая кнопка. Панорамирование средняя кнопка мыши или Ctrl-плюс правая кнопка. Z-вернуть дефолтный Zoom. F-выровнять по размеру окна. И чтобы проверить тайник текстуры, нажимаем пробел. С 3D View тоже все очень просто. Панорамирование это средняя кнопка мыши или Ctrl-плюс правая кнопка. Zoom, колесо мыши или Alt-плюс правая кнопка. Вращение камеры, Alt-плюс левая кнопка. Если Вам не нравится стандартный куб, Вы можете поменять его на цилиндр. Или, например, загрузить свой Mesh. Также в любой момент, Вы можете поменять положение окон, растянуть их и настроить весь рабочий стол, как душе угодно. Если же Вы захотите вернуться к дефолтному интерфейсу. Заходим в Windows и выбираем REST Layout. Таким образом, вернется первоначальный вид интерфейса. И также, Вы можете закрыть любой окно с помощью иконки креста или зайти в то же меню Windows и просто снять отметку с ненужных окон. Есть три варианта добавления ноды в Graph Network. Первый, это просто выбрать ее через пробел. Второй, перетянуть иконку ноды с панели вверху. Третий, нажать пробел и написать название ноды в строке Search. С помощью специальной иконки узла на верхней панели Graph Network, Вы можете менять визуальный вид соединения. Также, можно добавить специальные точки с помощью Alt, Shift и Click. Таким образом, можно сделать работу в Substance Designer более удобной и приятной. Если Вы хотите поменять соединения местами, выделяем их и нажимаем X. Чтобы добавить любой из фильтров между нодами, выбираем соединение между ними и затем этот фильтр. Чтобы выделить все ноды родителя, выбираем любую из нод, нажимаем правую кнопку мыши и кликаем на Select Parent Nodes. Теперь поговорим о меню, вызываемом нажатием правой кнопкой мыши. Вы уже знаете, что Add Node добавляет ноду. Add Comment позволяет добавить комментарий, который пишется в строке Description. Чаще всего, его используют для комментария сложных ассетов, чтобы потом не запутаться в большом количестве нод. Если выделить ноды и нажать Add Frame, будет создана специальная рамка, у которой можно поменять название. Это тоже используется для организации нод. И кто работает в Unreal Engine, знакомый с таким методом организации. Удобство заключается в том, что все ноды, которые находятся в этой рамке, автоматически перемещаются с ней. Чтобы понять принцип работы Pins, давайте я скопирую несколько нод и представим, что между ними у нас очень много разных нод и мы хотим создать маркеры возле них, чтобы быстро перемещаться между определенными группами объединенными фреймами. Для каждой группы нод добавим свой фрейм и возле каждого фрейма создадим Pins с определенным именем. Чтобы перемещаться между этими пинами, нажимаем F2 или Shift плюс F2. Это очень удобно, когда у вас огромное количество фреймов и нод в них. Теперь вы знаете, как организовать свою работу. Идем дальше. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok